Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале MyGT.ru про присадки снова. Тема очень важная, потому что много людей покупает и пользуется маслами, сделанными в России. И также это касается всех тех, которые покупают в огромном количестве псевдокорейские, псевдонемецкие, псевдояпонские, псевдоамериканские масла, которые тоже производятся у нас в России и просто выдают себе за бренды, которые сделаны за рубежом. Касается многих очень людей, поэтому тему обсуждают везде. На профильных форумах китайские присадки уже, знаете, это как бабайка какая-то, всех пугают этим, что все плохо. С самого начала давайте разберемся, что такое пакеты присадок, вообще для чего они нужны. Когда масло производится на заводе, на производстве используется для производства нескольких компонентов. Первый основной компонент это базовое масло. В базовое масло добавляются пакеты присадок, добавляется полимерный загуститель, это все смешивается, можно, так сказать, варится, блендится, и итоговый продукт готовый уже вы покупаете, упакованный в канистру. Этот процесс происходит на любом блендерном заводе абсолютно, и на маленьком, и на большом, неважно. Пакеты присадок производили до, и поставляли в Россию, к нам вернее, до февраля 2022 года, и, как правило, четыре крупнейшие структуры. Эти структуры все западные. Это Эфтон, это Инфениум, Аронайт и Лубризол. У них всех были представительства в России, были здесь офисы, были здесь работники, были здесь технический обслуживающий персонал, поддержка и так далее. То есть они плотно общались с российскими заводами, всеми крупнейшими абсолютно, без исключения это Лукоэл, Газпромнефть, Роснефть, и всеми, без исключения блендерными заводами российскими, небольшими, которые занимаются небольшими партиями производства масла. И, смотри, материалов любых вообще не важно. В общем, они здесь присутствовали, и предоставки на рынке, рынок держали весь, то есть они, вот четыре эти компании крупнейшие, держали весь рынок пакетных присадок России. Весь, абсолютно. Мизерную долю занимали российские производители. Это Квалитет и Белорусы, Нафтан. Ну, это прям мизерная доля. Основная львиная доля была все-таки за этими четырьмя компаниями. Сейчас они ушли. После февраля 2022 года они ушли. Соответственно, российские компании, в том числе и крупнейшие, там, Лукоэл, Роснефть, Газпром, все абсолютно перешли на закупку пакетов присадок у китайских поставщиков. Потому что у нас в России пакеты, и, как правило, даже не то, чтобы самые свежие, а и основные, там, СНГ и так далее, делаются либо в мизерном объеме, либо они просто дорогие, либо вообще их не найдешь. Поэтому закупать стали у азиатов, у китайцев в основном. У всех уже слухуют такие компании, как Ричфу, как Бэтчим, например. Основные поставщики, хотя в Китае, на самом деле, их гораздо больше, намного. Вот, и поэтому слухи рождаются, что масла поменялись сильно, так как изменились пакеты присадок. Пакет присадок – это основной компонент, который используется при производстве моторного масла, в плане его качеств, моторного масла, который получается. Базовая масса тоже имеет значение, конечно, но пакет присадок все-таки важнее. Почему поменялось все так резко? Потому что четыре компании, которые поставили раньше, Infineo, Lubrizol, Afton, Libraronite, они давали готовые решения. То есть вам не нужно было ни о чем думать, либо заботиться. Это были, ну, и так как это компании, соответственно, западные, и у них все было четко структурировано, с каждым пакетом были четкие, понятные, продуманные документы, TDS-ки, которые позволяли любому заводу, в том числе и небольшому блендерному, и крупнейшему блендерному заводу, и крупнейшему, теперь рабатывающему заводу, вообще не заботиться ни о чем. Он получал этот пакет, у него была, соответственно, полная инструкция по производству по этому пакету масла, он добавлял базовое масло, которое было необходимо, оно прописано было в этом же пакете, соответственно, там были прописаны все варки, как это все варить, в какую последовательность добавлять, как, когда и что делать, чтобы получить готовый продукт, и все. То есть вообще производители масла не заботились практически ни о чем, кроме того, чтобы обеспечить достаточно хороший уровень оборудования, ну и специалисты, которые это все прослеживают, либо автоматизацию наладить. Все, ничего больше делать не нужно было, все было уже готово. Китайцы, китайцам сложнее. Китайцы научились всему, конечно же, у европейцев, у американцев, так как в Китае есть заводы те же самые Hefton, Labrizol, Aronite и Infinium, они там есть сейчас, существуют по сегодняшний момент. Соответственно, многие специалисты китайские вышли именно оттуда. И культуру производства пакетов присадок они переняли, соответственно, у этих производителей. Научились. Делают очень достойные пакеты присадок, которые зачастую ничем не хуже, чем, соответственно, присадки от всех четырех, от этой четверки вернее. Но, тем не менее, там есть некоторая неразбериха небольшая, потому что, ну, перестроить этот рынок и закупать резко, и все наладить с готовых уже решений, которые в России были, на складах здесь, и перестроиться на азиатские поставки, но не для всех было по зубам быстро и безболезненно. Поэтому какие-то моменты, да, они, ну, каким-то образом были тут перекосы в некоторые стороны. Вот, по этому поводу, очень много слухов было и домыслов, так как продукты реально поменялись. И еще плюсом к этому, так как Infinium, Labrizol, Lefton, Aronite, когда присадки свои продавали, они, соответственно, продавали и спецификации официальные. Как получают спецификации на любой продукт? Например, там, IPI-SP, либо там допуск, одобрение на Mercedes-Benz. Пакет присадок от Infinium. У него есть определенный пакет, уже готовый под SP-шку. Он ее, этот пакет продает, соответственно, блендерному заводу, который производит масло. Блендерный завод через эту же структуру, через Infinium, приходит к ним, говорит, ребят, я буду вас покупать пакет присадок SP-шный, да, помогите мне получить официальную спецификацию SP. Они говорят, вообще без проблем, ты у нас берешь, мы тебе помогаем. Делают документы за него, оформляют, отправляют в американский институт нефти, те присваивают им официальную спецификацию, так как они работают на пакете Infinium. Infinium очень плотно работает, общается со всеми структурами, с EAS, с IPI, соответственно, и общается с любым производителем, крупнейшими, абсолютно всеми, без исключения, и, соответственно, получить спецификации, либо официальное одобрение для наших крупнейших производителей по маслам и составляло труда, потому что это делалось все, и делалось сейчас во всем мире через производители пакетов присадок. Может быть, кто-то об этом еще не знал, то есть, они делают как раз все спецификации официальные, все через пакетчиков, все абсолютно, без исключения. Вот, поэтому, так как китайцы вообще этим не заморачиваются, соответственно, сейчас получить спецификации официальные из России, если сделан продукт именно конкретно в России, невозможно. Я знаю, есть некоторые компании, которые тичутся тем, что они получили спецификации, как они это сделали, без понятия вообще абсолютно, но это невозможно сделать, если ты производишь продукт в России. Если ты производишь продукт в другой стране, но продаешь его в России, это другая тема совсем, там можно там заморочиться, сделать. Тем не менее, у нас таких компаний нету, а если какие-то есть, то это все очень мутная схема. Соответственно, если ты производишь продукты за рубежом, не скрываешь этого именно на заводе за рубежом, ты можешь получить через тот завод, через представительство, например, тех же присадочников в той стране спецификации, официальное одобрение и так далее, потом после этого продавать продукты уже в России физически. Это возможный вариант. Если ты производишь в России, нет, у нас только соответствия. Самый главный вопрос и основная претензия людей, которые касаются этой темы, почему у нас в России наши крупнейшие перерабатывающие структуры полного цикла, вертикально интегрированные, которые занимаются сами добычей либо добычей, как ему удобнее, транспортировкой, переработкой, нефтепереработкой, почему они сейчас до сих пор за полтора года ничего не сделали? Не сделали производство пакетов присадок уровня СК4 и не заменили полностью поставки из азиатских стран. Прошло полтора года. Почему? В чем причина? У нас же есть компоненты, у нас есть необходимость, мы берем азиатов, там все были в шоке после этих отмена поставок этих четырех наших бывших поставщиков, которые держали с рынок. Почему сейчас через полтора года мы продолжаем брать китайцев? Почему сами не делаем? Я недавно посетил завод КВАД. Завод принадлежит группе компании КВАЛИТЕТ. Они уже десятилетиями занимаются производством пакетов присадок. Это единственная в России частная компания, которая занимается производством пакетов присадок для моторов ассамбсионных масел. И они делают сейчас DSM пакетов присадок. На рынке российском из производителей пакетов присадок присутствовало всего две компании. Помимо четырех тех известных это соответственно КВАЛИТЕТ, о котором сейчас я вам говорю, и компания НАФТАН. НАФТАН это условно компания типа наша, она как бы типа ОЛК, Лукойл, Эдит Эдж, но Белоруссия находится, Белоруссия, НАФТАН. Вот поэтому вот две компании хоть как-то присутствовали на рынке и мало-помало, по чуть-чуть там мизерно в степени какой-то там не вытесняли, вернее параллельно были с этой четверкой на заводах присутствовали. Я встречал их, я был когда на заводах блондерных, я встречал и компании Эдит Эдж, встречал там НАФТАН эти продукты и квалитет. В феврале 2022 года прекращение поставок Энфенилу Брезул Эфтан Аронайт, квалитет естественно и НАФТАН не справляются, потому что объемы огромные и для того, чтобы эти объемы покрывать и поставлять пакеты присадок на заводы российские, нужны гораздо другие мощности. Даже тот же самый ЛК, до Лукойл и НАФТАН и Эдит Эдж, они соответственно делать этого не могут, тем более они для себя в первую очередь работают и то же самое, то есть они производят пакеты только до, сейчас по-моему Эдит Эдж тоже не делают еще и спешные, хотя возможно уже близко к этому подходят. Основной вопрос людей, основной посыл, главная тематика нашего видео, почему нет, почему не сделали полтора года, почему нифига не сделано, там да очень много слухов о том, что там и на Газпромнефть и на Лукуэлле работы ведутся по строительству вот этих, как конкретно, сухов, отдельные структуры, которые будут заниматься именно производством пакетов. Я когда был на заводе на этом, для меня стало на самом деле откровением то, что производство пакетных присадок и компонентов для пакетов присадок, это процесс, который вообще никак не похож на бледнинг масел. Я всегда думал, что это очень сложный процесс, просто смешиваются некоторые компоненты, да и в итоге вот бочка уже готова у тебя пакетные присадки. Очень сложный процесс, процесс химический, он энергоемкий, наукоемкий, очень пожароопасный, химически опасный, очень много компонентов используется для производства пакетов присадок, 60 примерно компонентов, вот в среднем используется для пакетов присадок, ну в среднем, просто я вот тут среднюю, из них там 50 примерно это насыпные, компоненты 10 это жидкостные. Бледнинг масел моторных по сравнению с производством пакетов присадок и компонентов к ним, это просто детский липид, то есть бледнинг моторных масел это просто. База плюс пакет, плюс полимерный загуститель, плюс хорошее оборудование, плюс хоть с каким-то мозгами чуть-чуть специалист, который занимается, плюс еще если есть автоматизация, еще лучше и все. А вот производства пакетов присадок нет, эта тема очень сложная и очень-очень и очень-очень такая прям неоднозначная. Люди, которые работают например на квати, это действительно люди науки, ну реально на самом деле, я даже не хочу их не рекламировать, не антирекламировать, просто это люди, которые этим болеют, потому что капец сложный процесс, вот сложный, опасный и так далее. И они занимаются этим давно и соответственно, и вот до сих пор они сделают до уровня СН, например, пакеты, потому что перестроиться на производство и сделать пакеты под IPSP по соответствии, чтобы они соответствовали, либо SK4, для этого нужна реорганизация, очень существенное производство и аппаратное и по компонентам и то есть там все по-другому. То есть перейти, например, с производства СН до уровня SP, это не просто поменять там пару компонентов и новый реактор купить. Нет, это все гораздо сложнее, это все занимает много времени, потому что приходится переделывать очень многие процессы и подстраивать их под новые нормы. Я тоже раньше думал, да, что СН, какая разница там, нет, на самом деле все гораздо сложнее, чем я думал раньше и я в этом реально сам обиделся, когда был на этом заводе, мы с Игорем, Игорь мне очень все показал, прям мы с ним очень хорошо пошли по заводам, там не все попало у нас в кадр, конечно, потому что мы снимали много, и для того, чтобы не утомлять людей, мы там оставили некоторые моменты основные, вот за кадром еще много осталось. Так вот, просто хочу вам рассказать на примере того, как производятся основные присадки, в чем, собственно говоря, сложность, чтобы вы поняли, почему у нас в России никто сейчас не хочет по этому поводу шевелиться. Присадки, которые в итоге входят в пакет, готовые, сами по себе, это сложные химические составы, которые нужно сделать при определенных условиях. Например, моющие, диспердирующие присадки, они бывают сульфонатные, сукцинемидные присадки, алкилофенольные присадки, служат для того, чтобы здесь эта грязь, которая у вас есть в ДВС, она у вас наслаждалась на деталях. Грязь, нагар, там лаковые отложения различные, они также нейтрализуют кислоты и так далее, чтобы двигатель у вас был в частоте, в том числе, чтобы колечки двигались у вас, они потом не использовали эту пенную раскоксовку. Вот, эти присадки, каждый вид, подвид этих присадок, этого кластера, вернее класса, он производится по определенным технологическим процессам, они между собой схожи, но тем не менее, разница есть большая и для производства требуется разное оборудование и разный подход и разные компоненты. Сульфонатные присадки, кстати, тоже бывают разные, есть низкощелочные, среднечелочные, высокощелочные. Для начала получают алкил, бензосульфатислоты, потом их нейтрализуют, потом их сепарируют, потом их очищают и все это достаточно такая цепочка сложная, технологическая, которая требует определенного уровня оборудования, которое требует определенного знания от специалистов, которые это оборудование настраивают. Беззольные диспригирующие присадки, суцинемидные, для их производства сначала производят ангидрид, причем разные сорта для разных видов масел, что тоже достаточно геморройный процесс, потому что они по-разному делаются. После этого их амидируют, аминируют и это отличается от производства сульфонатных присадок и из той же самой там общей категории, скажем так. Алкилфенольные присадки, нейтрализующие агенты, они нужны для того, чтобы продукты были хорошие моющие и антикоррозионные свойства. Для начала осверняют алкилфенол, после этого происходит карбонизация, после этого происходит сепарация и процессы хоть и похожи, да, на производство скуздимидных присадок и производства сульфонатных, все равно там есть определенные свои нюансы, которые требуют разного оборудования и разного подхода к производственным циклам. Депрессорные, либо депрессорные, как вам нравится, присадки, они нужны для того, чтобы добиться хороших низкотемпературных показателей у готового продукта, ну и у базового масла тоже, кстати, в том числе. Основной процесс при производстве это алкилирование ароматических углеводородов, при этом нужны системы вакуумные, системы отгонки. В общем, там процесс достаточно сложный, технологичен такой и требует тоже хороших знаний, хорошего опыта, многочисленных экспериментов, если вы только его ставить начинаете, да, на ноги. В общем, это тоже очень сложно и отличается от того, что мы видели с вами при производстве других присадок, о чем мы с вами поговорили. И это только маленькая часть того, что происходит на заводе по производству макетов присадок. Огромное спасибо Игорю Костяку за ликбез, за ту информацию, которую он до меня донес благодаря тебе, Игорь, я для себя узнал массу, массу нового, за что тебе еще раз большое человеческое спасибо. Процесс производства присадок, пакетов присадок, это сложный химический и технологический процесс. Он химически опасный, он пожароопасный, он взрывоопасный, там используются там пятисерденский фосфор где-то и так далее. То есть такие вещества, которые, ну блин, с ними опасно работать и у них определенный есть класс по производству, они там зарегистрированы везде и так далее. То есть это очень такой процесс сложный. Там происходят такие технологические моменты, как охлаждение, перегонка, там есть теплообменники, есть вакуумные, специальное оборудование вакуумное, то есть есть газоловители различные. Используется при производстве, еще раз напомню, вот минималка самая, это 60 компонентов, из них 50 цепочек и 10 наливных. Ну, представьте себе, да, вот этот процесс. Вот мы плавно подходим к самому главному и основному. Почему наши крупнейшие производители нефтеперерабатывающие не хотят связываться с этим? Потому что это сложно. Как работает, например, квалитет, да, по сырью? Где они его берут? Наливное сырье они берут у Койла в основной массе, у Сибура, цепучие тоже у Сибура берут индийские, берут продукты китайские и так далее. То есть компоненты, которые они используют для производства, напомню еще раз, это минимум 60 компонентов разных, 50 цепучих, там 10 наливных, они есть. С ними нет особо проблем, в принципе их найти можно, если даже не в России, что чаще всего происходит на самом деле, то можно купить их как бы у наших, ну, пока еще друзей, надеюсь надолго, китайцев или индийцев, к примеру, да. Процесс сложный, настраивать его долго и люди, которые настраивали процесс, в частности, на квалитете, я уверен еще абсолютно 100 процентов, что на нафтане примерно то же самое, что не также там люди, которые прямо этим болеют, потому что ну реально это очень сложно сделать. Рассмотрим чисто гипотетическую ситуацию. Лукойл, к которому я отношусь, кстати, очень хорошо и надеюсь, что рано или поздно они пригласят к себе на какой-нибудь завод поснимать, потому что я бы этого очень хотел еще раз обращусь к ним. Вот, собирают общее собрание, на котором присутствуют все технологии, главные инженеры, начальники отделов, руководства и ставят на повестку дня строительство огромного колоссального завода по производству, современного завода по производству пакетов присадок. Опыт у них уже есть, у них есть, соответственно, нафтан, они знают, как это все делается, есть специалисты, но плохо, что они не могут их клонировать и оттуда там вывести, но тем не менее, с их уровня зарплаты не могут теоретически себе кого-то найти, даже может быть, где-нибудь из ближнего зарубежья или из дальнего зарубежья, переманить к себе. Возникает самый главный вопрос у руководства. Для чего? Что это даст Лукойлу? У нас в России сейчас для наших автопроизводителей нет необходимости в маслах, которые будут удовлетворять спецификациям современным, типа уровня СП по бензину, либо там СК-4 по дизелям. Малозольные масла, они не востребованы, у нас нет этой необходимости. Я был на МИМСе недавно, да, там отличные стенды были у КАМАЗа, отличные стенды были у ЕМЗ, там у ГАЗа. Все четко, все хорошо. Ребята идут в правильном направлении и прям мне душа радовалась, когда я вот эти стенды проходил. Молодцы! Но легкомоторные, ну вернее, легковые автомобили наши, ну это печалька и беда, печали вообще капец. Вот, нету необходимости. Они будут делать пакеты присадок для тех автомобилей, которые у нас сейчас в России есть, да, современные, которые требуют эти уровни СП или СК-4. Но у нас есть параллельный импорт, есть Корея, есть Турция, есть Эмираты, есть китайские уже масла приходят нам в Россию. Они удовлетворяют тот небольшую нишу, которая требует этих спецификаций свежих, потому что спецификации свежие СП, они нафиг никому не нужны в России по большому счету. Сейчас, вот если так разобраться хорошо, смотрите свой мануал, у вас нет там СП, если у вас там не совсем новая машина, у вас нет спецификации СК-4. Людей, у которых требуются именно эти спецификации, современные самые, их вот в общем объеме наших автомобилистов, как капля в море, их процентов, ну не знаю, я не знаю, статистику не изучал, но думаю, что не больше процентов 2-3 от силы максимума. И новый технологичный завод, который построит Лукойл по производству пакетов присадок, он будет работать для кого? Параллели, сейчас нормальные, эти масла есть, как бы люди, которые на таких машинах ездят, свежих, которые используют там спецификации СП, либо там СК-4, не дай бог, либо ДЛ-1 там по джассу, сажен фильтром с DPF, они не будут брать Лукойл. Пакеты присадок и Лукойл, типа, если будут для себя делать пакеты присадок, так и они их не будут брать. Так, руководство там говорит, задает вопрос своим маркетологам, инженерам, там кому, между собой общаются, а куда мы будем продавать их? На запад, ну нет, это не вариант, страны ближнего, зарубежья наши, ну тоже не вариант, они и так нормально там работают, у них там и Эфтонаронайт, и Инфиниум Лавризол есть, и с этим вообще проблем нет. Куда продавать-то? В России, блин, нет, Россию, китайцы в России все заполонили. Ребят, сколько будут стоить наши присадки? Считают, сидят там, кто занимается у них просчетами экономиста, будет стоить там 100 долларов. Блин, нет, не вариант, у китайцев стоит 60, что делать? Можно сделать хуже, но хуже сделать, мы же Лукоил как будем делать хуже, не получится, у нас хуже сделать же, что же будем позориться-то? Все, на этом заканчивается обсуждение, заканчивается полемика, потому что это путь в никуда. Спецификации. Сделают Лукоил присадки на своем огромном, новом, классном заводе уровне СП, либо уровне СК-4. Они их не получат спецификации, эти мировые. Ни американский институт нефти, ни АСЭ спецификации, естественно, Лукоил не даст, как и Роснефти, как и Газпромнефти, потому что у нас геополитическая ситуация сейчас такая. Пока, возможно, в будущем, когда там что-то поменяется, да, чисто там теоретически, гипотетически, да, сейчас нет. И что, как ты можешь продать свой пакет, если он не имеет никакой спецификации и не может ее получить. И на Западе, и ближнем зарубежье, эти присадки, которые будут делать Лукоил на своем супер-современном, классном заводе, они нафиг никому не нужны. Нафиг. Понимаете? То же самое касается, я к Лукоил просто перевел как пример. Это не про Лукоил, конечно, это и Газпромнефть, и Роснефть, и кого угодно касается. Частные инвесторы, у которых было желание сделать производство пакетов присадок. Ребят, ну это блин, я только что вам рассказал, как это сложно. Это очень долгие деньги, и опять же стоит вопрос, кому это нужно. Китайская химическая промышленность. Если взять Китай в общем, и химическую промышленность китайскую по компонентам, не по пакетам присадок, я сейчас говорю, а по компонентам химическим, по разным там, кто-то делает там отдельный компонент, различные там составы, и взять, сравнить ее с российской промышленностью химической. Вот китайская промышленность химическую, российскую, это то же самое, что сравнивать Москву с деревней Малые Люли. Понимаете? То есть китайская химическая промышленность это тысячи предприятий и больших, и маленьких, и средних, разных абсолютно, и разного уровня, которые производят и классные химические компоненты, и конченые говно всякое делают, по-разному, но их очень много, их там колоссальное количество. Культуру производства пакетов присадок китайцы переняли у американцев и европейцев, потому что они их сами на свою голову научили в свое время, потому что они там присутствовали, и работали китайские сотрудники в этих компаниях. Сейчас до сих пор компаника существует там в Китае, естественно китайцы, как и все остальное, перенимают и делают просто так, как лучше нужно им. Они в этом плане вообще молодцы. И речь ву, и ведь чем они показывают то, что они могут сделать также. Понимаете? И вот в этом всем разрезе крупнейшие наши структуры, они подумают, что ребят, ну блин, если к примеру вот Лукуилл сделает такое производство, либо Газпромнефть, а Лукуилл может сделать классное производство, реально, я вот абсолютно на 100% уверен, на 1000%, что если реально к этому подойти правильно, и пользоваться теми средствами, финансами, которые у Лукуилла есть, они могут сделать шикарнейший завод, шикарнейший завод. И при этом они будут выпускать продукты реально мирового уровня для себя. И потом они скажут, ребят, вот у нас есть Лукуилл Дженезис, мы делаем пакеты пересадок сами. Не важно, за кадром останется то, что они делают в убыток для себя. То есть это делает для того, чтобы просто уйти, например, от азиатского рынка, не закупать ничего там, делать самим. Вот мы делаем пакеты. Мы делаем, получаем свои внутренние спецификации для себя. И мы не зависим от спецификаций, которые сейчас не могут нам дать ни IP, ни ASIA. Мы получаем свои спецификации, мы работаем плотно с заводами российскими, мы получаем их внутреннее одобрение на наши пакеты, и мы делаем на них, на этих пакетах наши масла. Блендеры российские, когда это увидят и когда поймут, что Лукуилл серьезно к этому подошел, они скажут, блин, о чем мы на самом деле-то с китайцами-то работаем. Вот есть Лукуилл. Лукуилл может даже продавать свои пакеты дешевле, чем они обходятся в его производстве, но при этом они будут поднимать эту планку, свою имиджевую. Это как бы больше будет работать именно на авторитет компании. То, что вот компания пошла на такие сдержки, но сейчас она ни от кого не зависит и делает сама для себя все, делает классные пакеты присадок и сама на них свои масла производит. Но это я фантазирую сейчас, просто я, к примеру, говорю. Конечно, этого не будет никогда, потому что это не нужно никому вообще. Вот про компоненты разные, про разные пакеты простые, которые у нас и раньше делали, и Лукуилл, и Газпромнефть делал, и Ростнефть. Они и сейчас продолжают их делать. Вы думаете, это основная масса масел, которые они продают, да? Это же масла простые совсем для них, они делают давно уже пакеты. Вообще с этим нет никаких проблем. Мы сейчас с вами говорим только о том, что нужно для современных машин, для современного парка автомобильного, который у нас сейчас в России есть, хоть мало-помалу, но что-то катается еще, да? Поэтому вопрос основной от людей такой, почему нет, почему никто ничего не шевелится, не делает. Какие-то слухи были про огромный завод Газпрома, огромные производственные циклы Лукуилла, которые должны были запустить со дня на день. Все это, конечно, ерунда. Ни Сибур, ни Лукуилл, ни Газпром. В этом плане не будут по пакетам работать в ближайшее время, потому что это им не нужна, это не приносит, не принесет никаких денег вообще в обозримом будущем, это просто бессмысленно, но это, блин, вот. Хотя на самом деле, конечно, это неправильно, по сути своей неправильно, да? Нужно делать свое, чтобы быть полностью суверенно независимыми, но для этого нужны определенные предпосылки. Сейчас их нет. Это не плохо и не хорошо, это экономика, просто это вот экономика, это вот реальное положение в экономической ситуации, в нашей, то есть, ну, какой смысл делать что-то, когда это можно достать. А сейчас это можно достать в Азии, потому что мы с Азией дружим, и в Азии есть эти пакеты, они дешевые, и можно брать, они не отличаются особо сильно там от четверки, от первоначальника, который мы с вами поговорили. Вот и весь ответ, это вопрос. Вот, долго сегодня мы проговорили с вами, конечно, про все это. Просто тема очень важная. Стоит ли бояться того, что сейчас наши крупные, крупнейшие, наши местные, российские, вот все не любят это слово, когда я говорю суперменджеры, ну, блин, это наши суперменджеры, для России-то, короче, самое оказывающее влияние нашей структуры. Можно ли, нужно ли, вернее, бояться того, что они работают сейчас на китайских пакетах? Да нет, конечно, это все полная глупость. Я лукуил ни Газпромнефть, ни Роснефть, ни ни одна крупная структура, которая занимается сейчас, ну, производством моторных масел, никогда, никогда не будет производить масла на пакетах недлежащего качества. Нет, конечно, это чушь полная. У них у всех тех, которые перечислилась сейчас компания, у них есть оснащенные, супер оснащенные лаборатории, с хорошим оборудованием, со специалистами. Многие их ругают, да я знаю, много людей не верят, какие там лаборатории, чё там лукойл, как фигня какая-то. Ребята, у них очень хорошая лаборатория, у всех, у них есть очень хорошие специалисты, ну, реально хорошие специалисты, настоящие. Вот, они реально могут контролировать качество входящего сырья всего, базовые масла сами делают, пакетов полимерных, загустителей, пакетов присадок. Конечно же, они уже давно это контролируют, все. Естественно, что китайские подсовщики, само собой, разумеется, они, работая с такими крупнейшими структурами российскими, ну, никак не заинтересованы в том, чтобы накосячить. Я вас уверяю на сто процентов, что там уже давно какой-то аудит прошел у наших сотрудников наших заводов на китайских заводах. Вот, поэтому там все четко. И думаю, что в этом как раз нет проблем никакой. Ну, все-таки китайские пакеты, китайские производители, это не то же самое, что пакеты европейские, американские. Это разные все равно вещи, разный подход. И хоть китайцы многое переняли от культуры производства пакетных присадок у европейцев и американцев, тем не менее у них все-таки свой менталитет остался. И вот это доставляет некоторое неудобство нашим крупнейшим даже производителям. Я уже не говорю про блендеров мелких, которые вынуждены все-таки выборочно что-то брать, у китайцев экспериментировать. Сейчас взяли одно за то другое, после этого третье и так далее. Вот по блендерам, по некоторым я бы тут как бы отдельно выделил бы в отдельную тему. Потому что если крупнейшие структуры наши российские, они делают массово продукты и все-таки заботятся о том, чтобы у них была репутация, то небольшие блендеры, которые всегда экономили, даже будучи с четырьмя этими мастодонтами Infineal, Brizol, Eton или Baranath, выбирали самую дешманское фигню из всего, что можно было найти сейчас, тем более это. Вот поэтому как-то так. Сложные очень вопросы на самом деле и я по этому поводу очень много думаю, потому что вот эта ситуация, которая на сегодняшний момент сложилась в России с производителем пакетов присадок, она печальная. Так не должно быть. Они должны у нас присутствовать. И мне бы очень хотелось все-таки, чтобы волевое решение приняли либо руководители этих заводов, либо наше руководство страны, чтобы повлияло и каким-то образом просубсидировало это, не знаю. Пускай это будут долгие деньги, которые долго не будут возвращаться, но это нужно сделать. Все равно. Рано или поздно это нужно сделать кому-то. Надеюсь, это произойдет. С вами Антон Воронков. Вы на канале MyGT.ru. Подпишитесь, поставьте лайки, нажмите колокольчики. Всем пока.